Азан.кз представляет В священном Хуране говорится «Скажи, о Аллах, владыка царства, ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо в твоей руке. Воистину, ты способен на всякую вещь». Сура 3, аят 26. Всевышний повелел своему пророку Мухаммаду да благословит его Аллах и приветствует и всем его последователям открыто возвещать о том, что Господь единственный, кто распоряжается делами вселенной, управляет небесными и земными мирами и обладает абсолютной властью. Он дарует власть, кому пожелает, и лишает власти, кого пожелает, возвеличивает, кого пожелает, и унижает, кого пожелает. Нет, происходящее во вселенной не подчиняется желаниям людей писания или других творений, поскольку судьба всего сущего зависит от воли и решения Аллаха. Никто не способен воспротивиться его воле или повлиять на его предопределение. Он управляет судьбами людей во времени и распоряжается самим временем. Все благое и хорошее исходит только от него, ибо только он одаряет рабов благами и вознаграждением. Что же касается зла, то его не следует связывать с именами, качествами и деяниями Аллаха, хотя оно также сотворено им и зависит от его предопределения и судьбы. Божественное предопределение включает в себя как добро, так и зло, потому что во владениях Аллаха происходит только то, что ему угодно. Стоит отметить, что это имя часто упоминается вместе с другим его именем Аль-Музиль, унижающий, имеющим противоположное значение. В широком смысле прекрасное имя Аль-Муайз означает дающий силу, мощь и победу, дающий власть, удостаивающий почетом того, кого он пожелает, направив его на правильный путь, дающий величие в этом и вечном мирах, кому пожелает, освобождающий от низменных потребностей власти страстей и глухоты невежества.